Хорошо. Два года с группой «Нана», а поездили, я знаю, да? Было много. Были туры по России, был Казахстан, весь Казахстан. Я, кстати, был в Казахстане, я еще как веду один фестиваль, «Звездный мост детский». И вот сейчас опять снова были в Казахстане. Приятно, что журналисты и все с каким-то таким воодушевлением вспоминают меня. И говорят, ой, мы помним вас, мы были. Ну и за границей, разумеется, там были. Китай. Как китайцы принимают нашу музыку? Хорошо. Я для них вообще такой был, светлые глаза для них это вообще загадка. У меня вот, честно, на улице вот так вот подошел ко мне один китайец и спросил, а как вы ими видите, вот этими глазами? Для них, да, я был такой, это еще было до Олимпиады, получается, в преддверии. Они еще не видели кучу таких людей европейских. И вот так вот, да. Мы как там к обезьянкам ходили. Ну а музыку как воспринимали? Музыку нормально, но мы пели там, разумеется, больше... Китайские народные песни? Пели какую-то одну тайскую песню, которая у них хитом является, и пели больше к фольклору. Я пел песню украинскую «Маруся», там, да. Поэтому, и разумеется, но они очень забавная публика. Если им нравится, то они начинают сразу и хлопать, они как дети вот такие вот. Это Япония, в Японии, когда мы ездили еще с безграничными, такая публика, очень благодарная, немножко наивно сумасшедшая. То есть, нравится, значит, все нравится, они готовы там вот так вот сидеть, и тебя искренне очень сильно вот так вот воспринимать. Ну, можно делать, если нравится, а нравилось, принимали хорошо. Да, но вот китайцы такие, ну, там нужно удивить чем-то. Вот Витас удивил, да, Витас, в принципе, в Китае там сейчас является идолом просто-напросто. В Китае так никто не поет. Да, здесь его почти нету, а там, на самом деле, ну, в принципе, может, и достаточно китайской публике, 2 миллиарда, в общем-то, на людей. Хватит еще останется, да. Понятно, но интересно просто вот впечатление. Хорошо, как европейцы, это примерно прогнозируемо, а вот Восток дело тонкое, да? Вот европейцам нам нужно, на самом деле, да, нет, здесь нужно доказывать, что это не верблюдо, нужно выйти, доказать. А там-то уже для них, как некий такой вариант, вариант, да, из цирка такой, типа, надо, надо посмотреть, они уже искренне радуются, потому что это другой, в общем-то. Ясно, ясно. Хорошо, спасибо, важно понимать. Так, после двух лет, опять возвращение к сольной карьере, и сегодня, я знаю, работаете над сольником и над программой, сольной программой. Сольная программа. Что такое сольная программа для артисток, ну, каждый артист прекрасно понимает. Это, во-первых, событие, во-вторых, это труд колоссальный. Да, ну, вот мы собираемся презентовать все это осенью, сейчас, да, мы репетируем все это с музыкантами, с балетом. Альбом, в принципе, уже записан, сейчас вот мы работаем над живым, да, в подаче всего этого дела. Ну, я надеюсь, что все смогут увидеть это все в конце сентября, выход альбома, программу. Хорошо, а не рекламируй площадку, поскольку вы сейчас и не скажете. Пока еще даже не знаю, на самом деле думаем. Ну, в принципе, это какие-то площадки, это клубы, где это? Ну, презентуем, конечно, мы в каком-то клубе, а потом, я думаю, что поедем в поддержку всего этого по России. Потому что, да, я сейчас, разумеется, езжу по России в небольшие годы, ну, в основном, это корпоративы, потому что понятное дело. Да, да, да. Вот, хотелось бы сделать хорошие кассовые концерты, чтобы многие, мне пишут многие в блогах, да, и там на e-mail, когда же приедете в город, но я не могу сейчас не ответить, сказать. Потому что нужно сделать программу, нужно приехать и показать, опять же, вот, как клип и так во всем, нужно показать качественные, хорошие программы. А пусть их обещаний не даете? Нет, я предпочитаю говорить о том, что уже... Вот перед нами молодой, здоровый, нормальный прагматик, но одновременно и творится. Это здорово. Давайте смотреть, значит, почему я спросил про клуба, потому что у нас впереди записи из нашего, ну, в общем, культового клуба «Метелица», да? А, да, да. Там она просто светится, да, ее рекламировать не надо, и так все знают. Вот, песня, ваша, да, композиция «So High». А, кстати, вот песня, это то, которая была еще сочинена, и она была в этом в мюзикле «Эксель», то есть я, по-моему, с этой песней... Это в Швейцаре звучала, помимо всего. Да, ну, вот это у меня была партия. Давай слушать. Ну, что, красиво, красиво. И напомню, это, собственно, авторство этой музыки и слов, как я понимаю, ваш уважен. Ну, да, но я пока сам пишу все, я не знаю, как будет дальше, вот пока этот альбом тоже авторский. Единственная будет в нем песня одна, кавер Гарсия Сандры. Это то, что мы ждем? Да, да, да. Да, я, в принципе, даже можно анонсировать, потому что 22-го или 22-го в Украине должно выйти уже сингл. Это песня с пятью ремиксами, может быть, в России тоже мы ее сейчас издадим. На сайте как-то это все, какие-то фрагменты вывешивается? Пока нет ничего, все держим в таком секрете. Сейчас, да, я понимаю. А так, нет, разумеется, есть сайт, там есть все промо, которые можно посмотреть, послушать. Ну, да, ну, в общем-то, да. Сейчас уже даму не визитку раздавать, нужно говорить, вот мой сайт, посмотрите. Можно говорить о стилистике, поскольку сам пишешь? Честно, абсолютно честно хотел написать хороший такой поп-рок-альбом. Но, к сожалению, сейчас это не совсем коммерчески выгодно, поэтому клубный поп. Клубная поп-музыка, которая коммерческая достаточно. Которая однозначно, так сказать, должна быть. Да, я сейчас, ну, не обманывая себя сам, сделал такой продукт, который, в принципе, я сам, который мне нравится и который будет довольно-таки коммерческим. Все-таки нашел какой-то такой синтез, золотую серединку для того, чтобы, в общем-то, наслаждаться тем, что делаешь. Потому что иногда, конечно, бывает, пишешь песни на заказ. Я иногда писал, как раньше, да, на заказ песни коммерческие, с какими-то текстами, которые, ну, это на самом деле. Это часть работы, это часть работы, зарабатывать тоже надо, да? Ну, так, кушать-то хочется. Вот именно, да. Ну, кто-то пишет гимны, там, городов, знаете, вот какой-нибудь там совершенно маленький городишко, а мэр города, ну, дает денег, говорит, напиши. Конечно. На самом деле, это хорошая идея, чтобы как-то, что называется, люди почувствовали, что они все-таки не в дыре живут, да? Песня звучит даже правильно. Вот. То есть, смысл-то в этом есть. Другое дело, что это все равно коммерция, да? Да, и насколько ты получаешь. Не ездил ни разу, да, я не знаю, в командировку не ездил, но написал шикарную песню. Бывает и такое. Бывает и такое, бывает и такое, вот я в свое время тоже писал там какие-то тексты, музыку, когда мне нужно девочке написать от женского имени текст, да? Вот та самая уникальная, что это за забавное. Влезть в школу, это уже театральная вещь. Да, но приходилось, так как-то получалось, вроде бы. Мы еще услышим сегодня песни Ярослава, но я хотел бы еще одну, так сказать, грань деятельности нашего гостя обсудить, переговорить. Речь идет о кино. В общем, вещь достаточно неудивительная. Много людей, которые выступают на эстраде, собственно говоря, и в кино поворачивают. И наоборот. И наоборот. Хотя, наоборот, по-моему, реже все-таки. Да сейчас, по-моему, все равно. Все смешалось. Да, особенно я помню эту хорошую фразу, не знаю, как кто относится к Данилу, как к Верке Сердючке, да? Хорошая фраза, у кого есть рот, это поет. Ну, в общем, цинично, наверное. Так вот кино. Ну, я по образованию, получается, артист эстрада, то есть я профессиональный актер, профессиональный вокалист. Поэтому я в свое время, когда заканчивал свой колледж, я играл немного в театре около года. И снялся в свое время тоже в сериале, в одном фильме «Стая» называется. Но потом я занялся сольной, именно вокальной карьерой. То есть какие-то опыты в этом... Был. И сейчас я решил, мне это очень интересно. Я в театр, конечно, пока не иду, потому что это очень масса, это просто очень безумно много времени. Нужно конкретно или посвятить себя театру, или заняться вокальной карьерой. А кино позволяет, в общем-то, выделить 3-4 неделю-две для того, чтобы... Ну, вот фильмографию, просто напомню. «Любовь, морковь-3». Очень известный, симпатичный такой... Ну, да. Сериал можно назвать, да? Уже сериал. Уже сериал. Вот. И точно совершенно сериал, который сегодня идет. Мы все, но не все, кто вообще любит сериалы. И не мыльные оперы, а вот именно сериалы. Потому что разница, наверное, те, кто смотрит, понимают. «Москва-Центральный округ». Очень симпатичная картина. Я видел. Мне повезло, потому что партнеры у меня попались безумно хорошие. Помимо главных героев Меншикова, у меня была партнерша Яна Поплавская. Красная шапочка наша известная безумно хорошо и душевно была работа. Напомню, что Ярослав играл Алексея Кострому. Играл. Почему играл? Наверное, продолжение будет. И будет играть, наверное. Алексей Костромай такой, в общем, достаточно сквозной герой для в третьей серии. Ну, я как всегда почему-то... Кстати, можно подглядеть. Сера, по-моему, сейчас идет. Ну, не сиюминга. Идет, да, 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 сейчас. Сейчас идет еще, я появлюсь, должен появиться через месяц, наверное. Потому что это уже мыльная опера. Это, господи, какие названия-то? Все к лучшему. Все к лучшему. Это тоже сериал. Сейчас сериалы чаще, чем не сериалы, да? Да, да, поэтому... Это тоже хлебушек, что там... Ну, и это, в принципе, хотя бы какой-то навык рабочий. Потому что, ну, как бы, да, нужно все-таки напоминать себе, что ты и актер, в общем-то. Понятно. Понятно. Ну, на самом деле, это немножко иной... Ну, это немножко иная грань, действительно. Но я наслаждаюсь, как никогда, потому что я скучаю даже, если там у меня в течение месяца нету никаких съемок. Я скучаю. Вот поэтому... Ну, это такой своеобразный наркотик, если хотите. Кроме этого, прокуратура. Я имею в виду фильм. Там я играю продюсера. У меня вот этот опыт хороший был наглядный, поэтому мне было просто это сделать. Про продюсера много чего знаю, да. Эпизод в Воронинах, в этом сериале, да, Воронины. Да, как-то меня пригласили, нужен был какой-то там у них по сюжету красивый актер. Позвонили, спросили, не хочу ли. Ну, да, давайте. И чудесно тоже отработали. Так забавно все это было. Ну, в общем, нет. И я думаю, что впереди тоже много, потому что... Центральный окон, например, не закончился. Он явно будет продолжаться. Хотелось бы, конечно, полный метр, потому что давно этого не было. А на полный метр, простите. У вас времени хватит? Сил точно, времени хватит? Хватит. Я думаю, что дней 20 можно выделить на это. Это где же вы полный метр за 20... Это вам не Лилюш, который снял мужчин и женщин за месяц? Снимали, снимали, снимали. Да? Да, конечно. Не знаю, честно говоря. Сейчас просто уже, сейчас на самом деле все это дорого стоит, поэтому как можно... Понятно, сейчас сокращено. Ну, за 20 дней полный метр снять. Ну, почему нет? Нет, просто снимали за 20 дней, мы снимали «Стай», мы снимали «Загородом», то есть мы снимали с утра и до вечера все это, поэтому за 20 дней сняли. Сейчас, разумеется, сейчас проекты большие, я свою небольшую роль в этих... в третьих этих... как их там... «Любовь морковь» снимали, 4 дня просто маленькую роль, да? А так-то снимается, конечно, с двумя героями, да? Кстати, как они вам, как люди в общении, или вы с ними не сталкиваетесь? У меня был, получается, эпизод с... Куценко и... С Сахиджаковой, мне повезло, да? С Сахиджаковой? Как коснуться, как бы, святого, как говорится. Ну, на самом деле, да. А вот, чуди, ну, чудно. Еще утренние съемки были, она включается в роли, она вот отдыхает, потом по мотору она включается, и все, она будет там. И пошло, да. Мастер, одно слово мастер. Ну, это гениальная женщина.